Предусім вітаю всіх вас! Я благодарю тех судей и тех работников суда, кто чувствует моральный смысл этой работы и сегодняшнего праздника, и кто делает все, чтобы справедливость чувствовалась в нашем украинском обществе. Дамы и господа, война за независимость Украины – тяжелая война, которая ставит перед всеми нами стратегическую задачу. Привлечь к ответственности абсолютно всех российских убийц, палачей, террористов, сделать на уровне национальной судебной системы все возможное, чтобы были наказаны все, кто совершил преступления против наших людей, против нашего государства, против жизни. Справедливые, способные работать в разумные сроки украинский суд – это ключевой элемент выполнения этой стратегической задачи. Наши героические защитники и защитницы, политическое руководство, наши дипломаты, наши следователи и прокуроры, которые расследуют все то, что сделали оккупанты, сделали коллаборанты на нашей украинской земле, выполнят свою часть работы. Я уверен в этом, но главным результатом будет именно ваша важная работа. Я верю, что она будет эффективной. Верховный суд занимает особенное место в архитектуре этой справедливости. Верховный суд должен быть тем самым судом права, который так нужен, который важен, как и любые сильные общественные и юридические системы. Конечно, как президент Украины я не могу и не буду определять какие-либо параметры вашей работы. Но, как любой украинец, я действительно заинтересован в том, чтобы в Украине обеспечивалась стабильная судебная практика, понятная обществу и понятная для использования судами низших инстанций. Я верю, что вы сможете обеспечить именно такой высокий уровень работы Верховного суда Украины. И отдельно хочу отметить, что несмотря на войну, несмотря на любое сопротивление, мы продолжаем процесс реформирования государственных органов Украины, в частности, суда. Я инициировал принятие закона о ликвидации окружного административного суда города Киева. И хочу, чтобы это решение было однозначным, очень понятным сигналом для всех судей о том, что общество ожидает только одного – только справедливости. Я надеюсь на эффективную и прозрачную работы Высшего Совета Правосудия и Высшей Квалификационной Комиссии Судей Украины. Это один из национальных, считаю, национальных интересов Украины. Надеюсь на то, что уже в следующем году удастся восполнить дефицит судейских кадров, которые есть в системе сегодня. И надеюсь, что уже сейчас начнется движение нашего государства к новому восприятию людьми судебных органов как ветви власти, которая осуществляет правосудие и помогает обществу. И еще одно. Сегодня отмечаем государственными наградами двух украинских судей. Это Юлия Матвеева, судья Ильичевского районного суда, город Мариуполь. С 19 марта российские оккупанты удерживали Юлию в плену. Семь месяцев. И в октябре нашей команде удалось освободить ее из плена. Я прошу вас всех поддержать Юлю. Я думаю, это очень важно для преодоления того, через что ей действительно пришлось пройти. И также Дмитрий Константинов награждается посмертно. С начала полномасштабного вторжения он, как доброволец, помогал силам обороны Украины. В частности, при разминировании. 29 октября, во время разминирования территории Харьковской области, он погиб героически. Вечная память. Прошу вас поддержать семью Дмитрия. Слава Украине!